Здравствуйте! В эфире канал Россия. Итоговая информационная программа событий недели в студии Майя Хандохова. На этой неделе Валентину Матвиенко переизбрали спикером Совета Федерации. Глава Карачавия Черкесии Рашид Темрезов поздравил ее с переизбранием на пост председателя Совета Федерации. За годы работы на ответственном посту Валентина Ивановна зарекомендовала себя как опытный и мудрый политик. Настоящий профессионал, преданный своей родине и ее гражданам. Первая в истории нашей страны женщина, возглавившая Верхнюю Палату Парламента, внесла и продолжает вносить огромный вклад в совершенствование законодательства, укрепление российской государственности, способствует реализации потенциала России и благополучию ее граждан, отметил Рашид Темрезов. В ауле Эркенхалк Ногайского района прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию улицы имени заслуженного деятеля науки Карачаева-Черкетии, доктора исторических наук Рамазана Хусиновича Кирейтова. Собравшиеся отдали дань памяти человеку, внесшему значительный вклад в развитие не только Ногайской, но и российской этнографической науки. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Хранить память о человеке – это наш священный долг, является основой нашей культуры. Рамазан Хусинович Кирейтов навсегда увековечил свое имя, вписав его в историю науки нашей республики. Собравшиеся отмечали, что он внес значительный вклад в развитие российской этнографической науки, как ученый-историк. Заместитель председателя правительства республики Джанибек Суюнов подчеркнул, что открытие улицы Рамазана Кирейтова является значимым событием в истории его родного аула Эркенхалк. Рамазан Хусинович был знаковой фигурой в нашем ногайском народе. Он таковыми остается. Еще много нам предстоит осознать, изучить его труды и понять, насколько глубинно он близок был не только по отношению к своему народу, но и по отношению всей нашей многонациональной карачево-черкесии. Рамазан Кирейтов достойно представлял нашу республику на многих научных конференциях. Будучи плодовитым ученым, он оставил огромное научное наследие, которым много десятилетий будут пользоваться. У него около 150 научных публикаций, в том числе 6 монографий. Его имя пользуется огромным авторитетом в научном мире, не только у нас в республике, но и далеко за ее пределами. Он был один из деятелей науки, которые называют совестью нации. Такие люди, конечно, остаются в сердце народа и в памяти. Историк, этнограф Рамазан Хусинович посвятил себя тому, чтобы собрать, обобщить и сохранить духовную культуру, традиционное наследие нашего народа. Чтобы не растерялось оно на извилистых дорогах трудной истории нагайцев. Рамазан Хусинович – ученый-кавказовец с мировым именем. Его научные труды находятся в библиотеках Германии, Турции, Америки и ближнего зарубежья. Всю свою жизнь он посвятил познанию своего народа, отмечали участники мероприятия. Человек даже уходит, но его дела, его отношения к жизни, вот как будто он сегодня рядом с нами. И на самом деле он не только был драматургом, этнографом, но и явным ученым, просветителем, который продвигал историю нагайцев вперед. И в буквальном смысле из-за его трудов мы гордимся своей историей. В свою очередь, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Карачаева-Черкесского института гуманитарных исследований Заида Зинеева особо отметила талантно-грамности личности Рамазана Кирейтова, не только как историка, но и как мастера художественного слова. Рамазан Хусинович является автором нескольких литературных произведений пьес, многие из которых успешно ставились на сценах у нас в республике. Заида Зинеева подарила семье Кирейтовых книгу «Нагайцы», изданную в Москве. Данный труд является 38 томом из академической серии «Народы и культуры России». По просьбе Валерия Александровича Тишкова, главного редактора серии «Народы и культуры», это академическая серия фундаментальная, которая начало берет свое с февраля 1992 года, и более того, Рамазан Хусинович принимал участие в первом совещании в Ростове-Великом, тогда, когда принималось решение о начале публикации работы данной серии. После памятную табличку с названием улицы, носящую имя Рамазана Кирейтова, торжественно открыли исполняющие обязанности главой администрации Нагайского района Мурат Хапиштов и заместитель министра имущественных земельных отношений республики, его родной сын Энвер Кирейтов. После Энвер Рамазанович выразил слова благодарности всем, кто почтил память историка-этнографа. Алихан Лепшоков, Асан Найманов, Али Бастанов, Вести Карачева, Черкесия, Нагайский район. Какие тайны прошлого хранит наша земля? Объединенная археологическая экспедиция авторитетных вузов и исследовательских центров страны завершила очередной полевой сезон на Раниоланском городище в районе села Красный Курган. Ахмат Халкетчев продолжит. В нынешнюю экспедицию под руководством доктора исторических наук, профессора института археологии РАН Дмитрия Коробова вошли специалисты МГУ Государственного академического университета гуманитарных наук, а также студенты Высшей школы экономики. Штатным антропологом экспедиции является наш земляк, сотрудник научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ имени Ломоносова Унгар Чагаров. Само погребение – это камера подземная, катакомба. Большая полость под землей, где лежит покойник со всем необходимым сопроводительным инвентарем, с посудой, в которую была положена за упокойная пища предметы вооружения. Если это женщины, там и украшения бывают, и так далее, женское погребение. И, собственно, из-за того, что они были еще тогда разграблены, лет сто примерно спустя после того, как были погребены, нам достались в буквальном смысле остатки из того, что к ним было положено могилу. Но даже эти остатки представляют собой большой научный интерес. Могильник раннеолонского периода удалось обнаружить еще в 2012 году. Благодаря большому количеству изученных архивных материалов, различных топографических карт и космических снимков первым нашли Левоподкумское городище. Ну а дальше с помощью геомагнитной разведки было выявлено и место погребения жителей древнего поселения. Исследования показали, что под землей могут быть катакомбы. Погребение относится к дохристианскому периоду Аллан, а это вторая половина третьего начала четвертого веков нашей эры. Как в плане предметов материальной культуры, типа украшений и предметов вооружения, так и в плане накопления палеоантропологического материала для последующего изучения популяционной истории методами антропологии и генетики. Это очень важно. Это очень современные развивающиеся методы, которые практически открывают совершенно новый значительный пласт информации о прошлом. Особенно это важно в деле изучения народов, бесписьменных народов, у которых своей собственной письменности не бывает. За более чем в полторы тысячи лет на территории не осталось никаких обозначений, которые могли бы указывать на наличие погребений. Земляные раннеаланские городища имеются на пространстве, начиная с среднего течения Терека до территории нынешней Карачаева-Черкесии. Само левоподкомское городище, кроме разработки топографического плана, на данный момент практически не исследовано. Субъективное мое мнение. Из того, что мы нашли, на мой взгляд, наиболее яркой находкой является наконечник копья. Это пики, можно сказать, поскольку в письменных источниках Аланы описаны как конные копьеносцы, а наконечников копий не так много найдено в оландских погребениях. Это своего рода было противоречие, но, скорее всего, мы их не находим, потому что они разграблены. Со временем, скорее всего, начнем накапливать те находки из оландских погребений, которые как раз начнут подтверждать сведения из письменных источников, о том, как они были вооружены, какая у них была тактика и так далее. В текущем сезоне экспедиция завершила свою работу. Раскопки по плану, как и предыдущие, возобновятся в первой половине августа и продлятся до середины сентября следующего года. В Карачаево-Черкесии проходит неделя ответственного отношения к сердцу и безопасности пациентов. Подробнее об этом расскажет гость программы, главный врач Центра общественного здоровья Энвер Байчоров. Здравствуйте, Энвер Музафирович. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости, к нам на программу. Значит, вот эти две недели сентября, 16 по 29 сентября, это недели, которые проходят под девизом «Неделя ответственного отношения к сердцу и неделя безопасности пациента». Скажите, пожалуйста, с какой целью эти мероприятия проводятся у нас в республике? Согласно концепции Всемирной организации здравоохранения, с 2019 года, 17 сентября, отмечается как Всемирный день безопасности пациента. Это было принято на очередном конгрессе ВОЗ и для чего, в принципе, это было принято. Каждый год это мероприятие проходит под разными девизами. Последний раз, вот в этом 2024 году, это мероприятие проходит под девизом «Улучшение диагностики для безопасности пациента». Все прекрасно понимают, что правильное лечение зависит от того, как мы вовремя и правильно установим диагноз. Поэтому именно в этом году принято вот такой вот девиз, вот такой вот лозунг для Всемирного дня безопасности. «Улучшение диагностики для безопасности пациента». Как можем добиться мы улучшения диагностики? Тут много факторов, но в первую очередь для врача и для всего медицинского персонала необходимо постоянно учиться, постоянно совершенствовать свои знания, чтобы не допускать каких-либо ошибок, которые приведут к ухудшению состояния пациента. В дальнейшем это все зависит также от материально-технической базы наших лечебных учреждений. Чем лучше, чем совершеннее у нас диагностическое оборудование, лабораторное или инструментальное методы исследования, тем быстрее и точнее мы поставим диагноз, тем самым тоже мы как бы усилим безопасность нашего пациента. То есть все это взаимосвязано и в принципе поэтому этому уделяется особо важное внимание, потому что до 16% всех летальных исходов связано с теми или иными врачебными ошибками, которые основаны на диагностике. То есть неправильно поставленный диагноз, неправильная дифференциальная диагностика, то есть мы не можем определиться то или иное заболевание и как следствие дальше уже идет неправильное лекарственное лечение. То есть мы лечим не теми лекарствами, не теми дозами, не в той кратности, которой мы должны это все делать. Поэтому улучшение диагностики – это один из важнейших принципов для обеспечения безопасности пациентов. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Почему именно Всемирная организация здравоохранения решила выделить этот день как отдельный день сердца? Потому что во всем мире, в том числе и в России, смертность от болезни сердечно-сосудистой системы остается на первом месте. На первом месте это смертность, на втором смертность от злокачественных новообразований, от онкологии. И на третьем месте это смертность от воздействия внешних причин, то есть травмы, падения, ДТП, отравления и так далее. Но уже многие годы смертность от болезни системы кровообращения на первом месте как в России, так и в целом во всем мире. Ежегодно в России от болезни системы кровообращения умирает около 1 миллиона человек. И около 10 миллионов человек страдают такой болезнью сердца, как хроническая и ишемическая болезнь сердца. Поэтому Всемирный день сердца выделен в отдельный день, который отмечается Всемирной организацией здравоохранения. И эта неделя посвящена ответственному отношению к сердцу. Все мы понимаем, что сердце у нас одно, оно работает на протяжении всей жизни. Оно закладывается еще в эмбриогенезе, то есть когда в трубе матери, сердце там у плода начинает работать, и оно работает на протяжении всей жизни. Поэтому, чтобы обеспечить ему как можно более длительное существование, нужно к нему бережно относиться. Что мы понимаем под бережным или ответственным отношением к своему сердцу? Это всем уже известно, это ведение здорового образа жизни, рациональное питание, отказ от вредных привычек. То есть все то, о чем мы говорим и при других заболеваниях. Но это особенно важно по отношению именно к нашему сердцу. То есть стараться как можно больше двигаться. Недаром наш известный кардиохирург, главный кардиохирург страны Леон Антонович Бакери выступил с такой инициативой, которую мы ежегодно поддерживаем. Это 10 тысяч шагов к жизни. То есть человек для того, чтобы нормально жить и предотвращать болезни сердца, должен проходить в день не менее 10 тысяч шагов. То есть эта инициатива поддерживается всем врачебным сообществом России, и мы это стараемся донести до всех своих пациентов. Скажите, пожалуйста, а что означает в целом формулировка безопасность пациента? То есть пациент с момента его обращения в лечебное учреждение, с момента его обращения к врачу, к медицинскому работнику, мы должны обеспечить его безопасность. То есть начиная, условно говоря, с каких-то технических возможностей, начиная с удобного подъезда к зданию, лестницы, ступеньки, обращение к нему человека, который находится на входе, администратора поликлиники, санитарка, которая сидит на входе и так далее. То есть человек, переступая порог лечебного учреждения или же обращается к медицинскому работнику, должен чувствовать, что он находится в безопасности. То есть все делается для того, чтобы ему помогли, помогли в ближайшее время, определились с его диагнозом, поставили правильное лечение. И это лечение привело бы к результатам, либо к выздоровлению, либо не все болезни мы можем, к сожалению, вылечить, или хотя бы длительной ремиссии. И, конечно, я хочу узнать конкретно, какие мероприятия проводятся у нас в эти недели? Ну, то, что я пришел уже к вам, это одно из этих мероприятий. Мы стараемся через все средства массовой информации, через телевидение, радио, печатные средства массовой информации, через социальные сети, донести до пациентов то, о чем мы хотим сказать. Что обращение в любое лечебное учреждение должно быть для вас максимум безопасным. Должно быть для вас любое обращение. Что врачи и весь медицинский персонал делают все для того, чтобы при обращении вас в учреждение вы были бы в безопасности. То есть вам поставят правильный диагноз, вам определяют правильную тактику лечения. Что все, начиная от младшего медицинского персонала, заканчивая главным врачом учреждения, заинтересованы в том, чтобы вы были в безопасности в этом учреждении. Энер Музафирович, такой вопрос. Вот если говорить по-простому, можно ли действительно обезопасить пациента или, как говорится, спасение утопающего – дело рук самого утопающего? Постоянная учеба. Для всех врачей, для всего медицинского персонала обязательное постоянное обучение. То есть раньше это была сертификация, теперь аккредитация. То есть мы должны постоянно пополнять свой багаж знаний, узнавать новые знания, новые методики диагностики и лечения. То есть это уже говорит о том, что мы можем пациенту предоставить максимум наших диагностических и лечебных возможностей и тем самым избежать ошибок. Дальше это закупка нового оборудования. Это материально-техническая база. То есть новое диагностическое оборудование. Это для проведения лабораторных анализов, для проведения инструментальных методов обследования. То есть оно должно быть по мере возможности совершенной и последней, кажется, модификации. То есть ни морально, ни физически не быть устаревшим. То есть все, что у нас в нашей республике, все делается максимально. Поэтому закупается оборудование и для больниц, и для поликлиник, районных, городских, для специализированных медицинских учреждений. Там, где оказывается технологическая медицинская помощь. То есть правительство региона, глава региона стараются полностью обеспечить нужды нашего здравоохранения. Сейчас начинается сезонный грипп, осень. И я хочу сказать о том, что, да и мы все знаем, что большая часть населения нашего, но если не большая часть, то значительная часть нашего населения крайне негативно относится к вакцинации, к прививкам. Как Вы считаете, с чем это связано? В республике начался сезон, мы говорим, время сезонного гриппа. То есть похолодало на улице, резко снизилась среднесуточная температура. И, как следствие, наступает время сезонного гриппа. Поэтому мы призываем всех жителей республики, у кого нет медицинских противопоказаний, а противопоказания-то может быть только аллергическая реакция, это для Вас определит только Ваш врач, прийти в свои поликлиники, где Вы находитесь, где Вы прикреплены, где Вы живете. Или же к Вам могут прийти на предприятия представители вашей поликлиники и провести вакцинацию. То есть отказываться от этого не стоит, потому что любая вакцина, в том числе и гриппозная вакцина, она не имеет, конечно, естественно, стопроцентной гарантии. Но даже если Вы вдруг заболеете после вакцинации, эта болезнь будет протекать в более легкой форме и не пройдет к тяжелым последствиям. Потому что ежегодно отмечается очень большая смертность. От обычного сезонного гриппа, от 250 до 300 тысяч в мире просто умирают от осложнений обычного, казалось бы, сезонного гриппа. Поэтому я призываю всех прийти и провакцинироваться. Не знаю, у нас как-то исконно какое-то скептическое отношение к вакцинации. Не будем делать, не хотим делать, она все равно не помогает. Да, я же повторюсь, что нет стопроцентной гарантии, что после вакцинации Вы не заболеете. Возможно, в такие случаи человек может заболеть, но болезнь будет в любом случае протекать в гораздо более легкой форме, чем она протекала, если бы Вы не вакцинировались. Но мы стараемся преодолеть этот весь скептицизм нашего населения, выступая во всех доступных средствах массовой информации, проводя лекции, беседы в трудовых, образовательных коллективах. Рассказываем о том, что это нужно делать. Это нужно делать, потому что есть взрослое население, трудоспособное, но надо заботиться еще о тех людях, которые живут рядом с Вами, которые могут оказаться беспомощными против обычного гриппа. Это наше взрослое поколение, старшее поколение, это наши дети, которые и те, и другие очень тяжело могут перенести грипп, и он может привести у них к более серьезным осложнениям. Поэтому заботьтесь о себе, заботьтесь о здоровье своих окружающих. И, повторюсь, это, прежде всего, наше старшее поколение, наши дети. И давайте перейдем к Вашему центру, Центру общественного здоровья. Когда, с какой целью создавался этот центр и для чего он вообще нужен? Центры здоровья, теперь мы, Центры общественного здоровья, они создавались в 2009-10-х годах по тогда существующему национальному проекту здоровья. То есть они были созданы для определения факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. То есть люди приходят в центр, мы обследуем этих больных, у нас есть комплексные и динамические виды обследования, и определяем у них факторы риска. Там это может быть повышение уровня холестерина в крови, повышение уровня глюкозы в крови. Потом во время спераметрии могут выясниться какие-то изменения со стороны дыхательной системы, нарушение объема легких, всякие обструктивные и рестриктивные нарушения проводимости дыхательных путей. Затем так называемый импеданс, это измерение жировой складки. То есть маптометрия, выявление нарушений зрения. Потом так называемый ангиоскрининг, то есть проходимость сосудов и так далее. То есть мы определяем фактор риска хронических неинфекционных заболеваний. Подрасположены к сахарному диабету повышенный уровень холестерина, так называемая холестеринемия, которая может привести дальше к атеросклерозу и ишемической болезни сердца. То есть мы определяем факторы риска, дальше мы определяем, что дальше, куда направить этого пациента, в поликлинику, по месту жительства, к узким врачам, специалистам. Ну и также занимаемся так называемым профилактическим консультированием. Даем рекомендации по здоровому образу жизни, по отказу от вредных привычек. Можем разработать индивидуальную программу оздоровления для каждого пациента. То есть все, что связано со здоровым образом жизни и профилактикой хронических неинфекционных заболеваний, мы можем рассказать, показать и дать программу оздоровления. То есть наш центр именно создан именно для этого. Ну что же, Инвер Музафирович, я благодарю вас за подробную информацию. Успехов вам в работе и спасибо. Спасибо. Республиканская филармония До начала мюзикла остаются считанные минуты. Актеры оттачивают нюансы предстоящей игры на сцене. Сегодня они представят нас у зрителям Недарасиль Фанвизина, художественный руководитель Ставропольского театра студии «Слово» имени Владимира Гурьева Евгений Пересыпкин, которого пригласили в качестве режиссера-постановщика этого мюзикла, уверен в его успехе, но в то же время немного волнуется. Это уже четвертая совместная постановка с государственной филармонией Карачева-Черкесии, рассказывает он вестям. Недарасиль Дениса Фанвизина выбрали потому, что эта история всегда актуальна. Молодое поколение должно воспитываться в правильных идеях. Образование, любовь к родине, осознание того, что каждый человек приходит в мир с определенной полезной миссией. Вот это произведение пьесы Фанвизина, оно именно об этом. И о том, что тут есть несколько противоположностей. Есть отрицательные персонажи, которые приносят зло в мир. А есть положительные, как Стародум, допустим, которые говорят о таких вещах, которые нам очень близки и понятны. И мы на них должны равняться. И нам нужно было с молодым поколением поговорить на их языке. Поэтому авторы постановки решили немного изменить фанвизинский сюжет, перенеся действие в нашу современность. Главный герой мюзикла – современный студент Митя, уверенный, что ему нет необходимости учиться, ведь все сейчас можно найти в сети интернет. Он до того невыносим, что выводит из себя даже Алису, и разгневанный искусственный интеллект отправляет его в прошлое, в недоросли фанвизина, превратив его в метрофанушку, мечтающего не учиться, а жениться. А Митя и доволен в роли метрофанушки. Его кормят, поят, любят, обхаживают, балуют, потакают любому капризу и аплодируют любой его глупости. А главное – не надо учиться. Все и так у него есть, в том числе и возможность поправить финансовое положение за счет богатой невесты. Но события разворачиваются так, что Митя вскоре очень уж захотелось назад в современность, и учиться, и полезным быть, и целью в жизни обзавестись. Я думаю, что зрители, которые придут, они поймут нашу аллегорию, что мы делаем мостик между прошлым и современностем. То, что там – это безобразные картины скотининных, угнетение других людей, насилие над ними, которое несправедливо совершается. Или, наоборот, убираешь в сторону мира, добра, справедливости. Вот об этом мы хотели поговорить. Поэтому было интересно работать с нашими актерами, с нашей труппой. Режиссер-постановщик не в первый раз прибегает к подобному формату в работе. И в недоразле также, поскольку это лучший способ донести до молодежи идеи, которые фан-визин заложил в свое произведение. Ведь оно создано в 18 веке, и пришлось адаптировать его под современность. Актеры рассказывают, что им было очень интересно работать над постановкой. Это что-то новое для меня. То есть играть сразу две роли, во-первых. Во-вторых, какие-то перемещения во времени – это очень интересно. Особенно сам процесс подготовки, съемки и репетиции – это очень интересно. Кроме того, Руслан Мараховский признается, что участие в этом мюзикле даже заставило его в каком-то смысле пересмотреть свое отношение к миру и, в частности, учебе. Над костюмами работала целая команда модельеров из швей. Совершенно завораживало музыкальное сопровождение постановки. Вся музыка и песня написаны Сергеем Лещовым. И прежде чем приступить к работе, он досконально изучил биографию Дениса Фанвизина и несколько раз пересчитал саму повесть «Недоросль». Потом уже остановиться на каких-то ярких моментах, ощутить эмоции каждого героя. А потом уже я потихонечку стал переводить в стихи некоторые яркие моменты, которые мы вместе с Евгением Петровичем, нашим режиссером главным, решили произвести как музыкальные моменты во время спектакля. Это была очень интересная работа. Я считаю, что именно когда мы даем главному герою, второстепенному герою, герою третьего плана, какую-то музыкальную, ну не арию, а музыкальный нюанс, где он подчеркивает с помощью мелодии и стихов свое состояние, свой образ, свои мечты и стремления, до зрителя это чуть глубже доходит, чем просто во время обычного спектакля, во время речитатива того же героя. Овации зрителей, их эмоции создатели мюзикла считают главным показателем успеха их работы. Они сопровождали всю постановку от начала до конца. Постановка потрясающая. В первую очередь актеры. Это действительно такой талант, дар. Также сцена, костюмы просто превосходные. И то, что это все оформлено музыкально, это дает свою изюминку. Мне очень понравилось. Во-первых, необычное такое преподнесение. И, ну, очень замечательно. Играют актеры молодцы. Очень нравится музыкальное сопровождение. Это необыкновенно, непривычно нам. В общем, мы с удовольствием, я посмотрела. Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!